Всем привет! Сегодня мы поговорим про лиды и лидген, поговорим как выбирать, тематику, как искать кому продавать и как организовывать продажи лидов на сайте. Ну, собственно, я и озвучил как раз вопросы подписчиков канала Антона. Давайте пойдем по очереди. В принципе, все три вопроса решаются двумя способами. Первый – это телеграм-канал Лиды без воды. Он, собственно, в телеграме, так как он телеграм-канал. Ссылку на него добавлю в первом комментарии. И там вы добавляете запросы и предложения на покупку и продажу лидов. Я уже как-то рассказывал в одном из видео про этот канал. И вы запрашиваете, то есть вы хотите выбрать тематику, заходите туда, смотрите, на что есть спрос. То есть по хэштегу «куплю лиды» и смотрите, много на это спрашивают, хорошая стоимость лида. И делаете там сайт или настраиваете как-то рекламу под это, пробуете продавать. Кому продавать лиды там же. И по поводу того, как организовать продажу лидов на сайте, не такой простой вопрос, потому что он и для нас непростой. Потому что каждый раз нужен программист для того, чтобы это все организовывать. Поэтому есть несколько способов. Первый – это вы находите программиста или фрилансера, который это все будет делать. Второй – вы подключаетесь к системе, которая это будет организовывать. Такой системы раньше не было, сейчас мы ее сделали. Называется «DrayLids». Тоже ссылку прикреплю. Собственно, вот она. Это ее главная страница. И нажмете «начать», подключаете, либо пишете свой запрос на покупку лидов, либо подключаете свой поток лидов уже, то есть конкретно сайт, размещаете коды. И система позволяет подключить, в принципе, сейчас большинство вариантов сайтов. То есть с информационных сайтов мы умеем заявки забирать, причем как по гео, так и по тематикам. То есть можно разбивать, то есть признаки этих лидов выявлять и их продавать. То есть если сайт в целом про юриспруденцию, то мы можем оттуда выграсть лиды только по защите прав потребителей, например. И по гео, то есть вы можете выкупать с этих больших сайтов только информационные. Ну и продавать точно так же. И можно делать там формы, там формы чатика есть, и можно номер телефона подмены вешать, если это не информационный, а коммерческий сайт, и в этой тематике много звонят. Вот какая-то такая история. Если вы без системы хотите это делать, то программист вам настраивает формы, чтобы они у вас отправлялись куда-то, там на электронную почту или вам в Телеграм, и там вы уже клиенту как-то это передаете. А звонки передаются через любую телефонию. Ну, как правило, если это небольшой поток, то это задарма. То есть оно дешевое, подглючивающее, но дешевое. И если это что-то посерьезнее, то это поток чуть более большой, и вы не хотите дорогие лиды, то вы не хотите их терять, то берете какую-нибудь посерьезнее телефонию типа Vox Implant. То есть мы сейчас полностью перешли на Vox Implant, и буквально пару номеров у нас задарма только остались, ну просто потому что по качеству не хватает нам его уже. Вот как-то так. Так, то есть два основных способа. Ну и можете как-то совсем в ручном режиме принимать на себя эти лиды, обрабатывать сами, то есть звонки, там свой номер указывать. Но это, как правило, тупиковый путь. Как только у вас будет хотя бы больше 20 заявок в сутки, уже нереально с этим работать. Да и на единичных тоже. Тоже довольно-довольно хлопотно и неудобно. И вот это взаимодействие с клиентами прямое очень и очень проблематично. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях. Пока.